МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Намерение России вмешаться в события в Украине вызвало крайне негативную реакцию мирового сообщества. В американской газете опубликована статья, посвященная 22-й годовщине трагедии в азербайджанском городе Ходжалы. Стало известно имя представителя Азербайджана на песенном конкурсе Евровидения 2014. Главная премия года Американской киноакадемии. Лучшей картиной признан фильм «12 лет рабства». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решение Совета Федерации России удовлетворить просьбу президента Владимира Путина ввести российский контингент на Украину для защиты граждан России вызвало неоднозначное отношение как у мирового сообщества, так и у населения и Украины, и России. Временно исполняющий обязанности президент Украины Александр Турчинов обратился к Великобритании и США, напомнив, что они, как и Россия, подписали Будапештский меморандум, гарантировав Украине территориальную целостность в обмен на отказ от ядерного оружия. Полтора часа обсуждали по телефону ситуацию в Украине президенты США и России. Обама заявил, что США осуждают российскую интервенцию в Крым и назвал ввод войск на полуостров прямым нарушением украинского суверенитета. Владимир Путин акцентировал наличие угроз жизни и здоровья у граждан России на территории Украины и подчеркнул, что в случае распространения насилия на другие регионы Россия оставляет за собой право защищать свои интересы и проживающие там русскоязычное население. Москва уверена, что русскоязычному населению на юго-востоке Украины угрожают националисты, поддерживающие смену власти. В разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель Путин заявил, что действия Москвы адекватны ситуации, а немецкий лидер обвинил российского коллегу в нарушении международного права. Госсекретарь США Джон Керри уже заявил, что не исключает введение против России экономических и политических санкций. Россия лишится места в большой восьмерке, если решится на акт агрессии в Крыму, заявил Керри, назвав стремление России вмешаться в события на Украине невероятным актом агрессии. Генсек НАТО Андерс Фокрасмусен на экстренном заседании Североатлантического альянса в Брюсселе призвал Россию прекратить военные действия и угрозы и принять срочные меры для прекращения эскалации напряженности. А на экстренном совещании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Виталий Чуркин обвинил США и Евросоюз во вмешательство во внутренние дела Украины и поощрение уличных протестов в Киеве, которые закончились кровопролитными столкновениями и отстранением от власти президента Виктора Юнуковича. Власти Крыма намерены 30 марта провести референдум по изменению статуса полуострова с автономного на государственный. Они заявляют о нормализации ситуации в автономии и отказались подчиняться киевским властям. Однако мнения крымчан по поводу введения российских войск разделились. В Киеве проходит многотысячный митинг против введения российских войск на территорию Украины. Мнение россиян по поводу возможного ввода войск на территорию Украины также разделилось. В воскресенье в Москве и Санкт-Петербурге прошли как несанкционированные антивоенные акции протеста, так и согласованные с властями митинги в поддержку решения Совета Федерации. Не нужно пытаться как-то пролоббировать собственные интересы и водить войска на территории другого государства. Я считаю, что Крым должен сам определить свою судьбу и решить на свободных выборах, куда он хочет примкнуть. Если будет обострение ситуации, я считаю, что ни применение сил, ну хотя бы показать, что русских мы будем защищать. Просто ввести, но никаких действий не делать. Это чтобы отшить правых радикалов. Верховная Рада Украины выступила с обращением к Путину с просьбой не допустить ввода российских войск на территорию республики. В связи с угрозой военного вмешательства со стороны России, в Украине со 2 марта объявлена всеобщая мобилизация населения. Исполняющий обязанности президента Украины председатель Верховной Рады Александр Турчинов приказал привести вооруженные силы в полную боевую готовность. Турчинов подчеркнул, что украинское государство защищает всех граждан Украины, независимо от того, в каком регионе они живут и на каком языке они общаются, в какую церковь они ходят. Между тем, со ссылкой на первого вице-премьера Крыма Рустама Тамиргалиева появилась информация о том, что украинские военные переходят на сторону властей Крыма, а отряды самообороны контролируют военные части и аэропорты. Согласно информации российских СМИ, дислоцированные в Крыму представители вооруженных сил Украины покидают воинские части и массово подают рапорт об увольнении. Оставленные военные части, военная техника и арсеналы переходят под контроль сил самообороны, которые обеспечивают охрану и порядок региона. Эльнара Мамедова, CBC. Американский конгрессмен Пит Олсон выступил с заявлением в связи с 22-й годовщиной Ходжалинской трагедии. Он выразил соболезнование азербайджанскому народу в связи с Ходжалинской трагедией и почтил память жертв Ходжалы. Конгрессмен отметил важность активизации усилий США в урегулировании армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта на основе норм международного права. Статью, посвященную 22-й годовщине трагедии в азербайджанском городе Ходжалы, опубликовала американская испаноязычная газета «Евразия Хой». В статье говорится об уничтожении 613 азербайджанских граждан армянскими вооруженными отрядами в ночь на 26 февраля 1992 года. Автор пишет, что к моменту массового убийства в ту февральскую ночь в Ходжалы не поступало продовольствия, ранее доставляемого в город из Агдама. Армянские вооруженные отряды целенаправленно истребили азербайджанское население, чтобы нанести психологический удар азербайджанскому народу. В Ходжалинской резне участвовал и 366-й мотострелковый полк бывшей советской армии, который был затем расформирован в марте того же года. Далее в статье описываются факты насилия над мирным населением, включая обезображивание трупов жертв, и приводится известное признание о совершении массового истребления азербайджанского населения лично со стороны нынешнего президента Армении Сержа Сарксяна из книги «Черный сад», написанной британским журналистом Томасом Девалем. В результате Ходжалинской трагедии полностью уничтожены восемь семей, 24 ребенка потеряли обоих родителей, а 131 из родителей. 56 человек были убиты с особой жестокостью. В Лос-Анджелесе прошла 86-я церемония престижной кинопремии года «Оскар». Лидером по числу наград стал фильм «Гравитация» Альфонсо Куарона, ставшего по версии Американской киноакадемии лучшим режиссером года. Альфонсо Куарона. Лучшим фильмом года названа картина «12 лет рабства». Драма Стива Маккуэна изначально считалась фаворитом «Оскара-2014». Этот же фильм получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Награда за оригинальный сценарий у фильма «Она». Лучшей иностранной картиной признана итальянская лента «Великая красота». В категории полнометражный анимационный фильм награду получило «Холодное сердце». Лучшим актером года стал Мэтью МакКонахи. Первую за свою карьеру заветную статуэтку актеру удалось получить за роль умирающего от спида техасского электрика в фильме «Далласский клуб покупателей» режиссера Жан-Марка Валле. Лучшей актрисой года за роль в фильме Жасмина режиссера Вуди Аллена признана Кейт Бланшетт. Победа актрисы не стала сюрпризом, ведь в начале этого года она уже была удостоена «Золотого глобуса», который считается генеральной репетицией главной кинопремии года. Для Бланшетт это уже шестая номинация и второй «Оскар в карьере». Первую статуэтку она получила в 2005 году за роль второго плана в картине «Авиатор». Лучшим актером второго плана стал Джаред Летта. За роль в картине «Далласский клуб покупателей». Ради съемок актер похудел на 13 килограммов. Актрисой второго плана стала Люпита Нионга, сыгравшая в фильме «12 лет рабства». Тем временем модные критики уже представили свой рейтинг лучших нарядов на красной дорожке. Наиболее эффектно, по их мнению, выглядели Анжелина Джоли, Кейт Бланшетт и Люпита Нионга. В этом году Азербайджан на песенном конкурсе Евровидения представит Диляра Киазымова. За право представлять в Дании Азербайджан боролись 14 исполнителей. Но именно Диляре Киазымовой удалось пройти национальный отбор. Победительница определена по итогам международного музыкального конкурса «Большая сцена». Диляра Киазымова родилась в 1984 году в Баку. Закончила факультет оперного исполнения Бакинской музыкальной академии. Имеет второе образование художественное. Финалист нацотборов Евровидения 2008 и 2010 годов. Лауреат конкурса «Новая волна» 2010. Евровидение 2014 пройдет в Копенгагене с 6 по 10 мая под лозунгом «Присоединяйтесь к нам». Представительница Азербайджана выступит в первом полуфинале. В 2013 году в швейцарском Мальме представитель Азербайджана Фарид Мамедов занял второе место на конкурсе Евровидения. В Азербайджане молодежь составляет одну треть от всего населения страны. Тех, кому от 14 до 29 лет более 3 миллионов. Государство активно поддерживает участие молодого поколения в общественной жизни страны, оказывает содействие проектам и программам, направленным на развитие молодежи. Гражданское движение Ахьел яркий тому пример. Движение сформировалось почти год назад, но за короткий период стала крупнейшей группой Фейсбук на просторах СНГ, собрав в своих рядах до 540 тысяч пользователей этой социальной сети. Ахьел это гражданское движение. У нас в Фейсбуке есть группа полмиллиона человек. Суть акции в том, что присылайте нам фотографии и видеоролики. Но это может быть смешные истории или криминальные какие-то события. И после того, как вы нам присылаете эти ролики и фотографии, мы рассматриваем, наша эксперт-группа рассматривает, и после этого мы через некоторое время объявляем наших победителей. И наших победителей ждет определенные подарки. Вот в том числе телефоны и поездки. Ну поэтому я приглашаю всех наших участников участвовать в этом. Я сегодня участвовала на акции в этом дешевике это Айол. Было очень интересно. Получила массу информации, новую информацию про эту акцию, про ее действия, про дальнейшие ее планы. И пришла к выводу, что в дальнейшем обязательно приму участие в самой акции и в других ее мероприятиях. Условия акции просты. С 1 по 28 марта все желающие могут выслать на адрес группы фото- или видеосъемку наиболее яркого события в их жизни. А строгая жюри назовет победителей и вручит ценные подарки. Эмилия Алиева, Кямал Мамедов, Сибиси. Центр Гейдара Алиева возглавил список 15 самых красивых концертных залов мира. Рейтинг принадлежит авторитетные компании по оценке зданий «Эмпорис», которая базируется в Гамбурге. Автор проекта центра Гейдара Алиева всемирно известный архитектор Захи Хадид. Здание, построенное под ее началом, напоминает застывшую волну и состоит из трех соединяющих частей. Центр создан по распоряжению президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева от 29 декабря 2006 года. Строительные работы продолжались пять лет. Церемония официального открытия состоялась в мае 2012 года. Сегодня Центр Гейдара Алиева место проведения научных исследований, конференций, симпозиумов, культурных мероприятий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова